Всем привет, с вами Джага и мы продолжаем, ну наверное все-таки уже заканчиваем играть в Metal Gear Rise Revengeance И у нас последний эпизод битвы с мегабоссом, Армстронгом Где мы уже получили люлей? Чуть-чуть, но немного Так, вот он стоит, вот тут ваш Армстронг У него 200% жизни, что в общем-то, ничего А у нас 5 целых аптечек, может даже и больше, так, как что-то плохое сейчас тут жахнет Чтоб он нас не задел А он загенет нас Ничего не стоит прыгнуть через огонь, а нам-то это плохо И блок как-то не сильно помогает голову полегче повелитель длина огня окей теперь ты разозлился разозлился он ходи убегаю ой фирта армсен так не летел а по вот это мне не нравится он большой чтоб тяжелый кидает и надо успевать его разрубать чем разрубать строго по той линии которая указана честно говоря как-то мышкой не всегда получается как надо навести а ведь надо разрубить именно по линии поворот где он вот так вот закинули бетона готов не готов джек мне пофиг я тебя щас буду бить до этого типа не бил воу 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 бьет хорошо что такое ох 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 и не успел нажать f а то бы уклонился или чё-нибудь такое сделал хорошим сила решает надо брать меч оу воу просто руку он не мог ее взять надо ногой подковырнуть ах уж эти ниндзи вы и штучки вот это надо обязательно прекращать зеленое освещение он собирает энергию и отхиливается что вообще неприемлемо мнение 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 прекращать никаких отхилов не хочу тут еще минут тридцать его на тузе а опять кидается прямо как донки конк или кто там бочками кидается какая обезьяночек я подзабыл так так 2 2 это не вижу линии ну ладно 3 и вот он тот еще раз его закинем в бетон а нечего кидаться 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10 10 12 12 13 14 14 15 15 15 14 15 15 14 15 el 15 у него осталось восемь процентов здесь это последнего поки дужки так вертикально то что елки-палки ух ты их столько и не сделает а сразу получил по морду чуть было рубить я отпускаю же вот так по мордам ему ай было рубануть да чё-то тупанок рубануть не получается а тупануть это очень даже часто получается а да 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 начинается зацикливание этот меч нажимаем shift и рубаем его и еще разок ты маленький дай эти вред дать на лево кнопка Паталити, мы, говорит, с тобой закончили. И таки да, получается, закончили. Отлично сделано, Джек. Твои мечты умрут вместе с тобой. Но возможно и нет. Ты гарантируешь статус-кво для продолжений войны. Война сохранится как институт и как индустрия. Люди будут биться за цели, которых они не понимают. И за то, во что они не верят. Ну и в конце концов, я слегка преуспел. В тебе, Джек. Тебя свой собственный путь, и ты используешь методы. Часто. Нелегальные, и даже если стоит несколько жизней, да так и будет тебе. Это ничто не стоит. Внутри глубоко. Но мы всего лишь духи. И ты, и я. Ну вот, как-то так завершился бой. Даже ранг Б. И глава завершена. Ну как-то вот так. 8 тысяч очков. Посмотрим, что же будет. Открыто достижение. Пикабу. Не знаю, что оно значит, но вот оно. Так, разблокирован какой-то там, высоко какой-то там деревянный меч. Очень интересно. Муросама Блэйд еще какой-то там. В общем, что-то мы там поразблокировали. И возможно, как-нибудь я разблокирую еще что-нибудь дальше. А пока посмотрим завершение. Как выбрать домашнее животное, домашнее семьи. Но вначале главные новости. Президент Гамильтон возвратился из Пакистана сегодня, завершив там свой визит. И что-то там, в общем, он встретился с президентом Пакистана, Фарухом Саламом. Где два лидера оговорили войну с террористами. Все такое, бла-бла-бла. Что способствует улучшению, наверное, отношений между этими странами. Ну, в общем, Пакистан предоставит территорию. И что-то там, в общем, можно будет проводить все акции против терроризма. В общем, всякую ерунду говорит. Походу, почти то самое, что сказал Армстронг. То есть, по его плану, все равно потихоньку продолжается. Хоть, конечно, не так, как рассчитывалось. Как странно. Вроде бы и Армстронга нет, и Рейден вроде как бы есть. А? Опять ставит кружечку на край. А вот и он. А нет, это док. Привет, отличные новости, народ. Мы увеличены до корпорации. Хорошая работа, док. В общем, они, я так понял, открывают фирму поддержки и всякое разное киберфигни. То есть, не делают военных киберов, а из тех мозгов, что есть, будут делать киберов другого направления. Ну, там, не знаю, думаю, сиделок, что-то вот такое вот. Домохозяек, сиделок и всякого такого. Ать, так и уронила. Нам будет придется учиться продавать. Это не самое лучшее решение. В конце концов, этим детям необходимо образование. По крайней мере, мы дадим им шанс. Уронили кружечку. Правда, она, походу, пластиковая, не разольется, что-то типа такого. Дожился. Исследоваю мирные исследования. Привет, Санни. Где ты там? Говорит, подожди, я занята. Так и руку ему отрубили. А, чего? Она его не слушала, как, в принципе, и я. Что это такое? Опа! И рубопес тут. Тревога, тревога. Тревога отменена. Как и он отключился от удара книжки. Какой безумный мир, правда? До того, как я встретил ниндзю, я даже не подозревал, что существуют такие формы жизни. Он спас меня тоже. Однажды он спас мою жизнь. И я ему обязана всем. Для некоторых людей он всегда будет Джеком-потрошителем. Ну, я знаю про его прошлое. Ну, довольно-таки жестоко. И он... Навредил многим людям. Ну, это не тот Рейден, которого знаю. Рейден, которого знаю. Он герой. Слезки текут. Не текут. Не хватает только вот такого, значит... Готэм-сити, стоит Рейден и знак Бэтмена такой. Он на Рейдене тоже. Что ж, начинаются титры. И в конце их будет небольшой еще ролик. Про Рейдена, конечно же. Вот я не знаю, правда, сможем ли мы его увидеть, если я просто пропущу титры. Пропущу ли я их? Даже не знаю. Боюсь, что... Ютуб, песню, которая тут звучит, посчитает нарушением авторских прав. Так что, возможно, они же ее и вырежут. И мы услышим сейчас вместо нее бульканье. Ну, и что-то страшное вместо моего голоса. Он и так довольно печальный. В общем, эту часть, вероятно, я либо вырежу, либо промотаю. А пока что она пусть себе идет. И вот, мы можем посмотреть, какие тут люди интересные участвовали в проекте. Минут 5 или 10 будет идти. Только для того, чтобы мы в конце увидели ролик. Ну, пока можно поразмышлять вообще на тему этой игры, что, как, к чему. Сразу говорю, можете промотать, кому не интересно. Например, я бы промотал сразу. Что можно сказать про эту игру? Вот мне она конкретно понравилась. Я, конечно, немного играл слэшеров. Вот этот вот действительно хорошо реализован. И не знаю, как там на игровых платформах. Всяких там PlayStation'ах. И что там еще, Xbox'ах. Может быть, даже там как-то легче манипулировать с помощью джойстика. Ну, и можно было бы тут подключить. Ну, просто у меня нет. А тот, который есть, он больше похож на джойстика Dendy без всяких там стиков. А мышкой вот как-то так вот, ну, более-менее, не знаю. И плюс моя машина немножко, компьютер, в смысле, не очень подходит к минимальным требованиям игры. Что тут поделать-то? Есть как есть. Тем не менее, игра идет. Правда, 720. Ну, все-таки идет. На средних даже настройках. Я, в общем-то, из серии Metal Gear ни во что-то и не играл. Ну, кроме, конечно, самой начальной на Dendy, который был Metal Gear. И да, я его когда-то прошел. Но что там было? Как вот это? То, что там было связано с тем, что мы видим здесь? Даже не знаю. Сама-то игра, насколько я понимаю, это ответвление от серии. Такой спин-офф, который, в общем-то, можно было выпускать в какой-нибудь отдельной игре. Ну, наверное, она бы не нашла такого фанатского отклика, что ли. Понятно, что делается ставка на любителей серии Metal Gear. Ну, спин-офф, почему нет? Без него, я так понимаю, серия ничего не потеряет. И особо ничего нового с ним она не приобретает. Ну, как самостоятельное явление. Ну, например, мне игра понравилась. Я даже не знаю, какой там геймплей в других играх Metal Gear. Возможно, я как-нибудь получится поиграть, посмотреть. Ну, на Steam, по крайней мере, никаких других Metal Gear не видать. Возможно, поиграю на консоли, где-нибудь раздобуду и позаписываю. Ну, не уверен, что так все просто и хорошо может получиться. Ну, обратно-ки, если там во всех других играх такой же довольно интересный, насыщенный сюжет, то почему бы нет, вполне было бы неплохо поиграть. Кроме того, печалит то, что игра на Steam здесь, она не русифицирована. Ну, хотя бы титры могли бы сделать. Я так понимаю, русификация в основном добавляет в игру русские титры. Чтобы не так на ходу пытаться выцепить основную идею, а чтобы хотя бы можно было прочитать, и оно как-то более-менее ложилось в голове, откладывалось что-то нормальное. Возможно, я думаю, что на приставке русификация есть. По крайней мере, я видел что-то в интернете, на ютубе, какие-то игры там с русскими титрами. Возможно, это тоже-таки сделали какие-то энтузиасты. Обратно. Захотелось поиграть и в другие игры серии Metal Gear. Ну, просто действительно интересно, что же там творится. Тоже ли там такие слэшеры, или там еще и шутеры, ну и вообще. Кроме тут довольно неплохой саундтрек по самой игре идет, вот просто чудесный. Хорошо, хоть ютуб его пока не вырезает и не считает за контент, нарушающий авторские права. Хотя, кто их знает, что они там дальше придумают. Ну и да, вот эта песня, которая звучит сейчас в титрах, тоже довольно интересно. Кстати, идут какие тут саундтреки, кто автор и все такое. Можете, кстати, почитать, да, как-нибудь на досуге. Понимая, что смотреть вот эти вот титры, на фоне которых бубнит кто-то я, ну это я в смысле, не так интересно. И мои мысли, в общем-то, тоже довольно, ну, не сильно всем интересны. В общем, я себе так наметил, что, возможно, серию Metal Gear, если я смогу ее достать, если вдруг она вообще есть или будет выходить на PC, то, думаю, надо будет поиграть и, соответственно, летсплей повыкладывать. Конечно, даже можно попробовать начать с 8-битной, то есть самый старый. У меня даже, по-моему, картридж оставался где-то на Денди. Ну, посмотрим, что там, как, чему и почему. Это еще Денди попробую найти. Кстати, вот, подумаю, он действительно может поделать такие ретро-летсплеи на старые 8-битные игры или на игры от Sega. Из игровых приставок у меня были только, хм, Денди до Sega. Ничего другого, там, PlayStation, вот эту эпоху я немножко уже не попал. Ну, особо денег не было, ну, и уже как-то не сильно хотелось на фоне того, чтобы была Sega, а там уже и компьютер появился, и, ну, компьютер, я не знаю, наверное, лучше, чем игровая приставка, если он по параметрам лучше. Наверное, больший доступ до разнообразных игр. Ну, бог его знает. Это спор, что лучше компьютер или игровая система, это, сами понимаете. Так, сколько можно уже этот меч крутить? Уж серьезно. Все, финишки. The End. Нет, нам еще покажут экзюктивного, исполнительного продюсера, разработчиков, Platinum Games. Вот, и финальный ролик. Попытаюсь что-то перевести на ходу, но, сами понимаете, переводчик из меня Неважнецкий. На ходу. Как там дела? Как бизнес? А, нормально, нормально. Гердоктор исследует всякие полезные штуковины. Я слышал, мировой маршал ищет покупателя. Как думаете, с деньгами? Ну, более-менее. Программа излечения мозгов, ну, тех вот детских, вроде как, завершается. Но кто-то купил корпорацию. PMC. Да, я слышал. Итак. Ты не вернешься. Двини, Борис. Я понял. Но все же, чем ты занимаешься? Чем он занимается? У меня есть своя собственная война. То есть, приблизительно то, что говорил Армстронг с твоей патетической речи. Ну, и все. Вот игра пройдена. Как бы все-таки Рейден остался киборгом, наемником, не наемником. Ну, по крайней мере, он, да, продолжает убивать. Будем надеяться, что плохих парней. Хотя все в мире относительно. Все. Это была игра Metal Gear Rising Revengeance. Да, правда, мы прошли ее на легком уровне. Но времени, чтобы пройти на среднем или на харде, я не думаю, что у меня будет. Попробуйте сделать это сами. Ну, хотя бы на легком уровне поиграйте. И финальный, если не ошибаюсь, должен быть счет. В результат игры. В целом, в целом, игра пройдена на B. B это 4 с плюсом, ну, четверочка. На уровне Изи. Игровое время 5 часов 27 минут. Это не считая кат-сцен, то есть чуть-чуть больше получается. Ну, имеется в виду вот эти кинематографические вставки. Ну, и вот весь результат, что есть. Мы его фиксируем с помощью видео. И... Jack the Reaper. Уничтожьте ваших врагов как минимум тысячи раз, используя режим меча. То есть, это мне дали или не дали? А, Blade Mode 212. То есть, еще не дали. Ну, и ладно. Ну, собственно, и все. Все, игра пройдена. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрели. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых игр. Всем пока. Пока.